Губернатор Игорь Руденя совершил рабочую поездку в Калининский округ. В фокусе внимания главы региона новое промышленное производство, сферы здравоохранения, а также развитие местного самоуправления и муниципалитета в целом. Подробности у Романа Быкова. Первым пунктом поездки стал индустриальный парк Раслова. Там возводится завод по выпуску современных ограждающих конструкций компании Фасад Технологис. Это совместный российско-турецкий проект. Производственная мощность составит 100 тысяч квадратных метров изделий в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь. Общая сумма инвестиций превышает 800 миллионов рублей. Региону это даст 120 рабочих мест. Здесь будут производиться прозрачные фасады, световые фонари, навесные фасады. Всё то, без чего немыслимо современная архитектура. Уже известно, что заключены контракты с компанией федерального уровня. Продукция пойдёт на строительство их офисов. Поэтому смело можно сказать, что это предприятие будет иметь всероссийское федеральное значение. Площадь производства составит около 9 тысяч квадратных метров. Уже возведён основной корпус. Проложены все коммуникации, установлено оборудование, благоустроена территория. Завершается внутренняя отделка. На 75% готова дорога к предприятию. Везде огромную поддержку оказывает правительство Тверской области. Они нам сначала до конца поддерживают, помогают. Вот построили нам дорогу, водопровод протянули, канализацию нам провели. И во всех других начинаниях помогают. В том числе по земле, по участку помогли нам приобрести участок. Следующим пунктом поездки стали Калининская ЦРБ, а также входящая в её состав ЭМАУская врачебная амбулатория. В марте в клинике был расширен спектр оказываемой хирургической помощи. Развернуто 17 новых коек по профилю травматология и ортопедия. Глава региона отметил, что надо проработать вопрос по ремонту фасада здания ЦРБ, приобретению дополнительного медицинского оборудования. В ЭМАУсе главу региона дано поручение по ремонту кровли и системы вентиляции в здании амбулатории, а также по закупке нового медоборудования, в частности, УЗИ аппарата. Кроме того, Игорь Руденя предложил оптимизировать потоки пациентов между муниципалитетами, чтобы люди лечились там, где ближе всего. То есть Калининская ЦРБ должна обслуживать часть города Твери, как самая близкая. А вот то, что находится на стороне заволжское поселение и так далее, то есть представить, сколько людям надо проехать, то, наверное, надо исходить из того, чтобы было удобнее, чтобы вот эта вот радиальная история работала для тверских больниц более, так сказать, рационально. Актуальные вопросы развития Калининского округа Игорь Руденя обсудил на встрече с главами и активом сельских поселений. В сфере образования поставлена задача активизировать работу по капремонту и модернизации школ. По теме дорог глава Верхней Волжи отметил, в первую очередь необходимо приводить в порядок направления, значимые для местных жителей. А строящийся сейчас северный обход Твери сделают максимально доступным для окрестных населенных пунктов, в том числе и города. Будет съезд у нас на дорогу Паши Савельевой. Это для того, чтобы у нас был выезд с вагонзавода, КСК, завод Красок. Он, по-моему, где-то в районе Черногубы у нас будет проходить. У нас таким образом должно быть три съезда с северного обхода Твери. Это Паша Савельевой. Второе – это Бежицкое шоссе. И третье – это Киморская трасса. Кроме того, обсуждались газификация, модернизация ЖКХ, строительство современного жилья, ввод спортивных объектов, привлечение инвестиций. Главы территории задали актуальные для жителей Калининского округа вопросы. Они касались возведения новой врачебной амбулатории в селе Рождествено, капитального ремонта дорог «Славная Восток», «Менная Кулицкая Киева» и ряда других тем. По всем вопросам губернатор дал необходимые поручения отраслевым региональным ведомствам.